Всем привет! Это моя ежемесячная рубрика «Куплю больше не куплю». И в этот раз рассматриваем, что же закончилось у меня в декабре 2019 года. Прям на стыке 2019 и 2020. Не очень много у меня всего. Видимо, все у меня, что могло закончиться, закончилось в октябре-ноябре. Там были огромные просто залежи коробок использованных. Здесь будет гораздо поменьше. И я думаю, что мы быстренько с вами все это обсудим. Начну с БАДов. Я почему с них начну? Потому что еще полноценного обзора я на них сделать не могу. Жду, когда закончу все. Мастоп я сейчас принимаю. И у меня осталось две банки. Одна уже на исходе и вторая полная. То есть пройдет два месяца, и я вам сделаю обзор на это уже конкретно. Какие у меня были ощущения, какие стали. Но сейчас, как промежуточный этап, могу сказать, что симптомы, которые меня беспокоили, из-за чего я начала принимать, они постепенно уходят. То есть прошел месяц. И месяц, и получается неделя. И симптомы начали уходить. Я думаю, что после курса двухмесячного у меня все мои симптомы уйдут уже точно. Закончилась моя часть Омеги-3. Огромные вот этой банки. Наверное, здесь литра, может даже полтора объема. Здесь было 500 капсул Омеги-3. Заказывала я ее на iHerb. Почему заказывала не Фаберлик? Уже неоднократно отвечала на этот вопрос, потому что Фаберлик ниже дозировка. И мне было выгоднее купить сразу такую огромную упаковку с учетом того, что пью я и пьет дочь. Ей нужны больше дозировки, чем мне обычному человеку. Она спортсменка. Поэтому я покупала эту банку с расчетом, что будет пить и она. Но ей не подошли эти капсулы. У нее есть побочный эффект отрыжка рыбьим жиром. Она не может их принимать. Я купила ей другую Омегу, а эту допиваю сама. У меня такого побочного действия нет, хотя мы пьем с ней одинаковую дозировку. Мы сейчас снизили ей дозировку, ну как по рекомендации врача. Снизили ей дозировку и я пью примерно такую же. Я пью капсулу утром, капсулу вечером. После еды она пьет, по-моему, по две капсулы. Когда-то забывает. Ну, я тоже пила по две капсулы. Потом перешла на одну капсулу. Девчонки, ну, сказать, что какой-то у меня пока выраженный эффект я не могу сказать. Мне сказали, что нужно принимать длительно. И я буду продолжать. Закажу себе такую или другую, я пока не знаю. В ближайшее время буду делать заказ. И обязательно добавлю туда омегу. Покажу вам, что мне пришло. А вам ставлю промокод под этим видео, для того, чтобы вы могли воспользоваться 10% скидкой и заказать себе. Ну, опять же, да, почему не Фаберлик? Только из-за дозировки. Поэтому вы посчитайте, что вам выгоднее. И закажите то, что вам выгоднее. На самом деле, на iHerb заходишь, и там просто невероятное количество страниц с этой омегой. И там есть и 369, как у нас, есть и чисто 3. Кто-то говорит, что 369 не надо покупать, только надо покупать омега-3. А 6,9 у нас содержится в пище. Ну, опять же, да, это определенная пища. Нужно контролировать, принимаешь ли ты ее, не принимаешь ты ее. Поэтому тут каждый сам выбирает для себя, что он берет, 369 или просто 3. Я выбираю то, что мне нужно в данный момент. Поэтому оставлю ссылку и на эту омегу, поэтому можете сразу по ней пройти и сделать заказ. Средства для дома. Давайте мы перейдем к ним. Гель очищающий для туалета. Так и не решаюсь, девчонки, выложить вам это видео со своим унитазом. Не знаю, что останавливает. Я вот сделала. Оно очень коротенькое. Там получится. Я его делала больше для Инстаграм, для Историй. Ну, там, ну, не знаю, меньше минуты, наверное, может быть, больше. То есть я делала перерыв, нанесла, подождала. Потом сняла, как я сливаю воду, и не остается ободка, который был от воды, от застоявшейся. Ну, в общем, очень коротенькое. Для канала, конечно, его недостаточно. Может быть, надо снять побольше, но, опять же, это такое провокационное, что ли, видео. Пока не решилась. Я понимаю, что вам интересно. И как только я решусь, так обязательно вы увидите. Но средство классное. Во-первых, оно не воняет. Во-вторых, оно... Я вот показывала в своем видео, пыталась вам показать, но так и не показала, как оно работает даже без ёршика. Это, конечно, не вариант, что не надо пользоваться ёршиком, но если вы его нанесете и забудете воспользоваться ёршиком, или кто-то из ваших домочасов придет и просто сольет воду, ничего страшного. Поверхность все равно останется чистой, но рекомендую все-таки ёршиком пройтись. И, ну, так, по крайней мере, средство смоется полностью, и ваша поверхность будет более чистая. Дальше я вам покажу, вы сейчас даже не поймете, как такое может быть, три упаковки от освежителя воздуха. Две у меня еще предыдущих, больших, которые у нас были по 345 миллилитров, и одна уже из новых. Причем вот эту я достала, ну, буквально неделю назад, и через три дня она у меня опустела. Я сейчас расскажу эту шикарную историю. Вот эти два освежителя, у меня два туалета, они стояли в разных туалетах. И вот этот использовался достаточно долгое время. 250 миллилитров сейчас у нас идет упаковка, и, я не знаю, на полгода, мне кажется, хватает нашей семье одного вот такого освежителя. Этот вообще был бесконечный, и я очень рада, что уменьшили упаковку, потому что есть возможность менять ароматы чаще. Так вот, вот этот у нас стоял в наиболее часто используемом туалете, а этот в том туалете, в который, ну, реже всего заходит. И здесь оставалось уже буквально немножечко. Я подумала, что все, хорошо, закончился вот этот цитрусовый. Цитрусовый мне нравится меньше всего. Мне не нравится ни в мыле для кухни цитрусовый аромат, ни в этом освежителе. Но это уж сразу по ходу дела, цитрусовый я больше не куплю. Вот это, ну, мне почему-то не понравился. Хотя я не противница цитрусовых ароматов, и наоборот, в каких-то других оттенках ароматов я его очень люблю. Ну, например, серия Айсиул мне все абсолютно ароматы подходят. Мой любимый апельсин с корицей. Ну, и очень хороший, мне понравился тоже цветочный букет. Ситуация такая. Пришел к моему сыну друг в гости. И я уж не знаю, что ему так понравилось в этом освежителе, но они зашли в туалет, все потихонечку. Зашли в туалет, он увидел этот освежитель и просто начал его разбрызгивать. Они за три секунды выбрызгали все, что здесь было. То есть здесь было, наверное, ну, сантиметра два-три. Они все это улили, весь туалет, значит, залит. Запах просто, просто бьет в нос. Ну, кончали, в общем, этот освежитель. Ладно, я их немножко так поругала, сказала, что так не делается, это не игрушка. Ну, ладно, что. Этот тоже, они точно так же там последние полсантиметра были. Они втихаря за родину взяли второй и второй точно так же закончили. Ну, что, остался у меня один вот этот. Я его достала из запасов. Один на два туалета. У меня еще есть нейтрализатор ароматов, нейтрализатор запахов. Я его тоже решила подключить. Я его использовала в исключительных случаях, когда, например, что-то готовила. У него тоже есть аромат. Ну, он такой менее, менее яркий, менее выраженный, чем у обычных освежителей. Ну, и вот поставила я, значит, в туалет вот этот аромат. Очень любила прям этот апельсин с корицей. Мне очень, очень, уже не так. Знаете почему? Потому что мой сын, видимо, на тех эмоциях, которые они с другом там в своих вот этих... Я не знаю, может, они даже вот так друг в друга ими брызгались. Я, честно, не знаю. Они уже ничего не говорят, ничего не рассказывают после того, как им прилетело за весь этот бардак, который они устроили. Вот. Так вот, просыпаюсь я утром. Уже, конечно, друг ушел. Все, день или два прошло. Я просыпаюсь утром и вижу в моей комнате стоит швабра. То есть, пока я спала, что-то произошло в квартире. Я ложусь рано, потому что встаю рано. А сын и муж, они ложатся позднее. И что там происходит, я не знаю, за закрытой дверью. Я не слушаю, что происходит. Но я просыпаюсь, вижу, стоит швабра в моей спальне. И пахнет освежителем во всей квартире. И я ничего не понимаю. Я, значит, походила, подождала, когда все проснутся. Говорю, что происходит? Оказалось, мой сын, ему, видимо, очень сильно понравился аромат этого освежителя. Он решил помыть им пол. Он его добавил, налил воды в ведро, вылил просто всю бутылку. Как потом выяснилось, когда я взяла и поняла, что он абсолютно пустой. То есть, здесь, не знаю, там две капли, наверное, осталось. Он просто вылил ведро и помыл квартиру. И наша квартира, несмотря на то, что я там протерла потом пол, пахла очень долго. Теперь я аромат апельсина с корицей покупать больше не хочу. Все, я надышалась им. Видимо, попала на текстильные, да, поверхности. На ковры попала. Коврик в туалете просто пришлось постирать, потому что настолько интенсивный был аромат, я уже не выдержала. Но больше апельсин с корицей я точно не куплю. Сейчас у меня идут в заказе зимние ягоды и что-то еще. Пришлось ради этого собирать заказ. Я уже не планировала. Я, между прочим, в декабре всем сказала, делаю один большой заказ, успевайте. Кому какие подарки нужны, включайте туда. В итоге я уже делаю, наверное, четвертый или пятый или шестой даже заказ, потому что все просыпаются под конец месяца. Ну, зато я купила себе новые освежители. Все, ребенок получил ЦУ. Я надеюсь, такого больше не будет. Но вот из ряда вон выходящей ситуации целых три банки вам показала сразу. Следующее. Использовала вот такой гель для душа. У нас его уже нет в ассортименте. Перелила его в дозатор для мыла и мою им руки. Очень быстро у нас расходуется жидкое мыло. Ну, потому что кто-то считает, что одного нажатия недостаточно. Делает это вот так. Море мыло и совершенно чистые руки. Ну, видимо, вот так. 250 мл здесь было. И, ну, какой-то аромат совершенно невнятный. И если вернутся такие ароматы, ну, лучше бы, честно, не возвращались. Понятно, что я больше не куплю, потому что нет. Ну, и дальше из средств гигиены паста 200% отбеливающая. И такую пасту я куплю. Я жду, когда она будет в первом каталоге по 99 рублей. И там обязательно ее приобрету. Это единственная паста, которая мне прям понравилась у Фаберли. Есть у нас отбеливающая паста не 200%, не концентрированная. Она сейчас у меня в использовании. Это полный отстой. Вот она прям, она совершенно не пенится. Она какой-то водичкой растекается по рту. И такое ощущение, что ты зубы просто щеткой чистишь. На ней ничего не задерживается, ничего не остается. Пены нет никакой. Она вытекает изо рта. В общем, я, конечно, об этом расскажу, когда она закончится. Но однозначно просто отбеливающая. И не то, что уступает. Она вообще не паста. Поэтому у нее такой гелеобразный, гелеобразная консистенция с какими-то вкраплениями. И казалось бы, она должна быть даже немножко жестче, чем обычная. А это просто, она трансформируется в водичку. И просто голой щеткой чистишь зубы. Но вот эта паста 200% куплю однозначно. И жду, когда она будет 99%. Для пасты Эксперт Фарма это очень низкая цена. Дезодорант с мятой. Ла Крем это мой любимчик. Мой самый-самый большой любимчик. Я его люблю даже больше, чем из этой же линейки розовый. Вот этот зеленый с ароматом мяты. Люблю его за то, что у него большой шарик. И за то, что он пахнет мятой. Для дезодорантов пахнуть мятой это очень необычно, непривычно. Но очень классно. Мне нравится, я вам рекомендую. Написано, что он держит 48 часов, но 48 часов он не держит. Максимум 36. То есть, если вы пользуетесь дезодорантом каждое утро, и если вы на второе утро забыли попользоваться, ну, примерно к обеду уже ждите, что у вас будет подмышками мокро. По крайней мере, у меня так и есть. Я использую дезодорант правильно, на чистое тело, на суховытертое. Абсолютно жду, когда все испарится с поверхности подмышек. И только потом наношу дезодорант. Стараюсь наносить обильно, побольше. И несмотря на это, ну, максимум 36 часов. Это то, что он будет держать. А дальше уже держать не будет. Ну, вот у меня это лично мой опыт. Так, дальше. Разогревающая маска против выпадения волос. Ну, это то, чем я сейчас активно пользуюсь. И начала ее использовать в большем количестве, чем раньше. Первое, она начала больше жечь. Второе, она дольше по времени жжет. Я держу до самого последнего момента, пока не перестаю ощущать вот это жжение. Я считаю, что только так она и работает. Ее основной эффект это разогревание. То есть, пока длится жжение, я ее держу. Здесь написано, что нужно на 5-10 минут оставить. Но у меня это бывает и 5, и 10, а бывает 15, и 20. Эту маску я еще накрываю шапочкой полиэтиленовой и полотенцем. То есть, я там еще создаю такой парниковый эффект, эффект компресса. Все это в тепле, там размножается весь этот процесс разогревания. И у меня реально растут быстрее волосы. Но моя-то цель не чтобы мои быстрее росли, потому что мне приходится чаще краситься из-за этого и отдавать деньги. А моя цель для того, чтобы проснулись уснувшие волосяные фолликулы, луковицы. И для того, чтобы моя густота прежняя вернулась. Я понимаю, что на 100% это невозможно. Но хотя бы, чтобы, во-первых, не выпадали те, которые есть волосы. Ну, а во-вторых, может быть, я дождусь. Хотя уже антенки у меня небольшие есть. Я дождусь. Вот они, видите, прям раньше. Я просто смотрела тут свои фотографии и в инстаграм выкладывала, где мне 14 лет. И я всегда страдала от того, что у меня рос подпушек. И он вот так вот на лоб находил. Мне казалось, что я вообще похожа там на какую-то обезьянку. Я очень из-за этого переживала. Мне хотелось куда-нибудь убрать эти волосинки. И я думаю, а вот сейчас как бы я была рада, чтобы у меня вот этот подпушек... Пусть он как хочет, так и растет. Я его уложу лишь бы рос. Сейчас, ну вот, то есть я просила, чтобы его не было, и вот его нет. То есть надо быть осторожным в своих желаниях и в своих желаниях формулировать правильно. Тогда не будет, я думаю, таких проблем. Закончился аромат у жены моего брата. Ну и бланш она мне отдала, сказала тебе в пустые баночки. И куплю больше не куплю. Она уже купила такой аромат. Я вам показывала. И несмотря на то, что она пользуется так же, как и я любит Шанель, ну какие-то люксовые марки, вот этот аромат у нее уже, наверное, или третий, или четвертый. Достойный очень аромат, свежий. Ну, по стойкости, ну я бы сказала, средняя стойкость. Он не выветривается, не моментально. Очень классный, очень легкий. И если сказать, из каких он ароматов, я бы его сравнила с Le Parquenzo. Вот он, вот он очень схож и нотами, и направлением ароматов. Такой свежий, немножко зеленоватый. Классный аромат. Поэтому присмотритесь. Очень часто бывает со скидкой за 30 миллилитров, по-моему, 259 рублей. Ну, если вы зарегистрированы на сайте, то вам еще и со скидкой будет 20 или 26 процентов. Вы об этом знаете. А кто не знает, те могут пройти по ссылке, зарегистрироваться и посмотреть, как отличаются цены. И как отличается ассортимент от того, что вы регулярно видите в каталоге. Так, про волосы я хотела сказать и забыла. Вот еще такая маска у меня закончилась. Для возрастных волос она называлась. И я попробовала, осталась эффектом этой маски довольна. Но была совершенно недовольна ее ароматом. Она прям пахла какими-то старческими волосами. Вы уж меня простите за сравнение, но она очень противно, ну, вот для меня противно пахла. Что я сделала? Так как сама маска мне нравилась, как пахнет, ой, по своему эффекту она мне понравилась, я просто капнула туда эфирное масло. Капнула эфирное масло Нерали. Оно имеет очень выраженный, яркий такой аромат. Мне очень нравится этот аромат. И я сначала 2-3 капли капнула, размешала. Нет, чувствую, маска перебивает. Я накапала еще, даже не знаю сколько. Но у меня даже изменилась консистенция этой маски. Она стала более жирная, что ли. То есть это все-таки масло эфирное. И я туда добавила, ну, я не знаю, может миллилитр, может два. И я прям почувствовала, как консистенция маски изменилась немножко на более жирную. Но это совершенно не отразилось на волосах. Они не выглядели жирными, они не выглядели сальными, там сосульками не висели. Это были, ну, такие приятные достаточно волосы. И я как саму маску могу рекомендовать. Но больше не куплю, потому что зачем мне эти танцы с бубнами, да? Когда можно купить готовую маску и спокойно ей пользоваться. Так что эту конкретно я больше не куплю. Но вы все-таки попробуйте. Возможно, у вас не будет таких проблем с отдушкой. Вам это все понравится. Закончилось средство от Орли. Это топовое покрытие, которым я покрываю любой лак. Это покрытие помогает высушить лак и придает глянец. Почему я не использую Фаберлик? Потому что вот самое первое нанесение, оно действительно дает такой же результат, как вот это покрытие. Но со второго-третьего применения средства начинают во флакончике подсыхать и начинают полосить. И вместо ровного глянцевого покрытия у меня появляются полоски. И кого-то может это не напрягает, кто-то это не видит. А я вижу и меня напрягает, поэтому я не использую Фаберлик. Либо нужно постоянно разбавлять, но почему-то вот это средство не нужно разбавлять до самого конца. То есть оно обладает немного другими свойствами и, конечно, меня это больше устраивает. У меня еще есть в запасах, поэтому я буду еще долго этим пользоваться. Дальше. Закончился тональный крем, но о нем я говорить не буду. У нас это вообще какой-то удивительный тональный, который то появляется, то исчезает. И никто об этом не предупреждает. Будет, не будет этот тональный. У меня они в запасе лежали два. Этот 45 оттенок сейчас я пользуюсь 46, он более светлый. И я бы с удовольствием его вам порекомендовала, похвалила. Но с тех пор, как я последний раз его сняла в макияже, мне все отписались, что его нет. Я проверила, действительно его нет. Куда опять исчезло, непонятно. Оно у нас было в каталоге, потом пропало, потом внезапно опять, нате вам, вот оно. Но если будет, будем покупать, тестировать. А так был неплохой тональник. Тушь. Закончилась вот такая тушь из линейки Секрет. Как я понимаю, ее активно сейчас выводят из ассортимента. Но она еще продается всего лишь за 199 рублей. Можете купить. Кому не важно, новинка не новинка, возьмите, попробуйте. Вот такая кисточка, фибровая. Достаточно частые у нее ворсинки. И она неплохо красит, моделирует. И плюс ко всему, она еще вот в таком бархатном футлярчике идет. И в золотой коробочке. То есть ее можно и на подарок, и просто самой приятно пользоваться. Доставать из косметички, когда она футлярчик. Но я больше не куплю. Во-первых, она выходит из ассортимента. Во-вторых, у меня новинки я сейчас тестирую, которые слегка отпечатываются. Это, кстати, из новинок в золотистом футляре тушь. Сегодня я после двух дней возвращения опять к бардовому футляру взяла все-таки золотую. Думаю, ну надо ее тоже использовать. Но я же ее открыла. В общем, сегодня я вот с этой тушью я буду пробовать новинки. Я уже к старинкам возвращаться точно не буду. Крем Retinol Like. Вот я его отнесу, больше не куплю. Это второй мой такой крем. Первый я покупала и осталась очень довольна. Купила второй. Со вторым что-то пошло не так. То у меня выпотевало лицо из-под него. То есть он как будто бы был лишний, как будто бы пленку какую-то создавал. Но потом я все это списала на теплое время года и оставила на холода. Сейчас вот я его допользовала и то не до конца. То есть если бы это был любимый крем, я бы может даже разрезала или выдавила вот его хорошенько вот здесь вот с боков. Но тут уже даже не захотела. Я сколько смогла оттуда выдавила, использовала и больше не буду на ночь. И вот эти ощущения неприятные у меня от него остались. Больше покупать не буду. Этот Retinol Like, он Retinol Sun не содержит. Есть из этой же линейки, которая Retinol содержит. Он у меня тоже есть. И я все жду, когда же я его буду пробовать. Никак не могу отлипнуть от iSeul. Но, наверное, сейчас iSeul у меня чуть-чуть, когда он мне поднадоест, я Retinol Pro, по-моему, у нас и называется, все-таки начну использовать на ночь, пока нет активного солнца. И пока можно его протестировать. Закончилась пудра Мерцающая Вуаль. Это пудра Illuminizer 6074. Однозначно буду покупать. Я вам показываю сейчас совершенно пустую банку. Но вот тут есть кусочек. Попытаюсь вам показать. Я уже в макияже эту пудру показывала. Она совершенно бесцветная. Она дает небольшое сияние. Но вот видите, светлое пятно все-таки на руке различимо. Вот так она выглядит на пальце. Но она не выбеливает лицо. Она просто закрепляет и дает такое небольшое, едва-едва заметное свечение, которое очень деликатно, но красиво украшает ваше лицо. И сейчас я достала, кстати, сухую, ой, сухую, рассыпчатую пудру. Бесцветную. Оказывается, у меня бесцветный оттенок есть. И мне кажется, что это размолотый вот этот, вот эта пудра. Я однозначно такую куплю. Сейчас у нас в первом каталоге будут купоны. Я запланировала покупку повторной этой пудры, потому что если тебя устраивает полностью цвет тонального крема, и ты хочешь его просто закрепить, эта пудра незаменима. Она очень классная. Я ее набираю кистью и просто припорошиваю лицо. Будем так говорить, да? От слова припорошить. Вот. Немножко припудриваю, прям такой вуалью тонкой наношу. Закрепляет, фиксирует тональный крем и не меняет его оттенка. А если вам нужен еще и дополнительный оттенок, конечно, такая пудра не подойдет. Она ничего не замажет. Она ничего не откорректирует. Она просто закрепляет макияж и придает небольшое такое свечение. На дневной макияж можно даже с этой пудрой не использовать хайлайтер, а просто оставить как есть. Потому что она все равно на выпуклых частях лица будет оставлять небольшое, деликатное очень сияние. Рекомендую. Пробуйте. Маска Beauty Lab. Использовала ее перед праздником. У нас был марафон масок. И все маски, которые я использовала, я их использовала до марафона, вам показала. А сейчас я в марафоне участвовала исключительно другими масками, потому что у меня начались проблемы с Женем. И мне сказали все маски убрать, оставить только питательную. И я сейчас пользуюсь только питательной маской из линейки Axiology. А вот эта у меня была использована перед походом на корпоратив. Использована, как обычно, за два подхода. Гелевый слой в первую очередь. Тканевый я специально оставила. Тканевый на второй день. Потому что здесь очень много остается геля. Так написано не делать. Вот здесь на упаковке я делаю и получаю результат два раза вместо одного. А вы уже сами решаете, делать вам так или не делать. Ну и последнее, что у меня закончилось. Это закончился лак для губ из линейки Secret. Убрала даже ограничитель из него для того, чтобы выцарапать все, что там есть. Оттенок 40-0-43. Сейчас он у меня на губах. И я однозначно его куплю. Я уже купила. И накрашена новой такой же помадкой. Называется лак для губ. Но вы видите, что это все-таки не лак, а просто такая приятная глянцевая помада, жидкая. Не растекается светлый оттенок точно. С красными, не знаю, боюсь предсказывать. Но мне кажется, что, наверное, красная помада все-таки будет более заметна по контуру. И если у вас есть опыт ее использования, то, пожалуйста, напишите. Я пока кроме светлого вот этого и розового оттенками не пользовалась. Я покупала еще одну потемнее, но не мой оттенок. Я его передарю маме. А бежевый, розовый, самый светлый, ярко-розовый, но очень яркий, тоже не смогла пользоваться. Передарила. И самый приемлемый это 40-0-43. В первом каталоге будет всего за 199 рублей. Это, опять же, цена каталога консультанта или 160, или 147 рублей. В зависимости от того, сколько баллов вы оплачиваете за каталог. По поводу маски, куплю или не куплю, конечно. Маски Beauty Lab это мои любимейшие маски мгновенного действия. Конечно же, я куплю. Девчонки, все, что я вам сейчас показала, рассказала. Если вам интересно покупать со скидкой, то проходите по ссылке. Попадете ко мне в команду и будете всегда в курсе всех новостей, событий. Каких-то закрытых распродаж, акций, бонусов. Я обо всем заботюсь о своих консультантах в этом плане. И они всегда у меня информированы, всегда остаются с поддержкой. Это моя работа, и я ее выполняю на 5 с плюсом. Поэтому можете смело регистрироваться и собирать все акции и бонусы, какие предоставляет компания. Ну, а я с вами прощаюсь. Надеюсь, мой обзор был вам полезен. Проходите в описание под видео. Я постараюсь там оставить артикулы, ну и промокод на покупки на сайте iHerb, для того, чтобы вы сэкономили, ну, как минимум 10%. На этом все точно. Всем хорошего дня. С вами была Марина Соловьева. Пока.